Здравствуйте, уважаемые учащиеся! Тема нашего сегодня занятия – «Цвет истинных знаний». Сегодня на занятии мы с вами будем расширять представление об общечеловеческой ценности истины через понимание ее как основы всех знаний и созидательной силы добра. 2. Раскроем значимость истинных знаний, значимости добра в понимании своей духовной сущности, субъективного опыта в познании истины, развивать умение творить добро, отличать истинное от ложного, вечное от временного. 3. Будем воспитывать чувство уважения, доброты, щедрости, заботы о ближних и ответственности. В начале нашего урока проведем с вами позитивный настрой. Пожалуйста, сядьте удобно, спину держите прямо, руки и ноги не скрещивайте. Руки можно положить на колени или на стол. Расслабьтесь, закройте глаза. Представьте, что солнечный свет проникает в вашу голову и опускается в середину груди. В середине груди находится бутон цветка, и под лучами света бутон медленно раскрывается, лепесток за лепестком. В вашем сердце распитает прекрасный цветок, свежий и чистый, омывая каждую мысль, каждые чувства, эмоции и желания. Представьте, что свет начинает все более и более распространяться по вашему телу. Свет становится все интенсивнее и ярче и выходит за пределы вашего тела, распространяясь расширяющимися кругами. Направьте свет всем вашим родным, учителям, друзьям, знакомым. Пошлите свет и тем, с кем у вас временные непонимания и конфликты. Пусть свет наполнит их сердца. Пусть этот свет распространится на весь мир. Побудьте еще немного в этом состоянии света, любви и покоя. Теперь поместите этот цвет снова в ваше сердце. Вся ваша вселенная наполнена цветом. Сохраните ее такой прекрасной. Потихонечку можно открывать глаза. Что вы чувствовали, выполняя позитивный настрой? Цитата нашего урока «Восточная мудрость». Истинное знание – это то, что открывается в сердце. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Как вы понимаете смысл этих слов? Почему знания, открытые в сердце, считают истинным? Что мы познаем через истинные знания? В знаниях прессован тысячелетний опыт материальной и духовной культуры человечества. Они дают возможность человеку ориентироваться в мире людей, вещей, природных явлений. Помогают различать добро и зло. Учат жить в согласии с собой и с миром. Тем самым, познавая силу доброты в отношениях между людьми. Стремление человека к истинным знаниям – это путь к самосовершенствованию и сотворению красоты в самом себе. Подарок учителя – притча «Цена знания». Притча «Цена знания» Ответьте, пожалуйста, на вопросы. В чем сила и польза знаний? Кто помогает нам обретать знания, которые ведут нас по жизненному пути? Приведите примеры из личной жизни. Знания и мудрость – основа человеческой природы. Знания – единственный источник благополучия как отдельного человека, так и народа. Все во Вселенной содержит в себе знания. И даже можно сказать, все состоит из знаний. Знания – это сила. Выполните задание. Выберите одного из известных людей, чьи портреты размещены в учебнике. Леонардо да Винчи, Абунасыр Альфа-Раби, Михаила Ломоносова. Ознакомьтесь с духовными знаниями, которые оставили человечеству эти великие личности. Закройте глаза. Подумайте, что вы сегодня узнали на уроке. Что было для вас ценным? Спасибо за урок. До новых встреч!